МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К счастью, обошлось без аварии. Самые распространенные на нашем рынке МЛ-500 и МЛ-350, как этот. Бензин 6 цилиндров, 272 лошади. Кстати, а какой налог? Ну, больше 40 тысяч. Цепной привод ГРМ на этих моторах не благо, а бомба замедленного действия. Через 100 тысяч, а у многих и раньше, появляется первый симптом. Индикация чек-энжен на приборной панели. Замена цепи лишь условное название сложной работы с заменой множества деталей. Цена вопроса в пределах пары сотен в тысячу рублей. А с заменой цепи еще не столкнулись? Нет, нет, бог не ловил. Немало МЛ-и начинают продавать после первого звоночка в виде чек-энжен. Поначалу эту надпись можно обнулить у дилера. А бывалые жулики просто заклеивают индикатор черной изолентой. Но здесь тревожная иконка пока не появилась. Еще одна статья. До расходов 7-ступенчатая автоматическая коробка 7G-троник. Причин для выхода из строя, как и симптомов, может быть множество. Например, автомат вдруг переходит в аварийный режим и едет только на второй или первой передаче. Прежде чем соглашаться на покупку, обязательно проведите диагностику фирменным сканером. Интерьер уже не современный. Ощущение как в старом добром Мерседесе. Жесткие сидения. Качественный пластик. Со временем салон поддержанного МЛ превращается буквально в лохмотье. А при весе в порядок обойдется не менее 100 тысяч рублей. Поворотное перестроение. На скорости МЛ проходит неуверенно. Слегка кренится. И неровности не любит. Машину буквально подбрасывает. Здесь многорычажная подвеска спереди и сзади. Несмотря на непростую конструкцию, ресурс ходовой вполне достойный. И откровенно слабых мест нет. Пока машина на подъемнике, поищите следы масла. Нередко на этой модели подтекают пластиковые пробки в головках блока. Лечение недорогое, главное вовремя заметить. Но здесь все сухо, претензий нет. Мерседес машина для водителя. Но и пассажирам будет комфортно. Сзади сядут и трое. Но лучше все же двоим. Проверим вместимость. Он не открывается. Потрясающий электропривод. А что с багажником? Ну, сначала он перестал закрываться с кнопки. А потом он перестал открываться. У нас поместилась коляска, телевизор, обогреватель, чемодан, стол. Осталось только отремонтировать замок багажника. Безопасность водителей пассажира на МЛ-350 Эксперты по обе стороны океана оценили в 5 баллов. Рядка единогласна. Попробуем развернуться. Разворот за 7 движений. Отличный результат. Искупаем этого белого немца в нашей грязи. Поехали! Консервативный и дорогой костюмчик 350-го изрядно испачкался. Вместе с зеркалами и стеклами. Мерседес всегда пользуется стабильным спросом у угонщиков. МЛ не исключение. Несмотря даже на сомнительную надежность. Ездить на машине в таком состоянии не противопоказано. Но для того, чтобы привести ее в порядок, придется потратить не менее 100 тысяч рублей. Да, с такой машиной на счету надо иметь большой запас денег. Ну, в принципе, такие машины на последние деньги не покупают. Спасибо, удачи!